Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Приходит день, и солнце всходит снова. А что вначале было? Было слово, было доброе слово, и свет появился из тьмы. Над водой, над землей засиял небосвод голубой, А потом появились растения, звери и птицы, и мы. Значит, люди! Да, люди! И я! И я! Да, и ты! И твой ангел с тобой! Доброе утро, ребята! Ребята, не успели мы оглянуться, как полетела целая неделя, и мы снова встречаемся на уроке церковно-славянского языка. Перед началом занятия, как всегда, помолимся Богу, попросим Его благословения на учение. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи, благослови. Ребята, сегодня мы снова будем вести речь о словах, которые начинаются на букву ЖИВЕТЕ. Мы будем говорить об очень важном слове, об одном из самых главных слов в нашей жизни. Это слово ЖЕРТВА. Многие из вас, конечно, слышали его, но не задумывались глубоко над его смыслом. Жертвой называется добровольный дар, который приносит человек ради чего-то более важного, ради других людей, ради доброго дела, ради пользы Отечества. Словом, с благой целью. И тем даром может быть не только какой-то предмет, но и поступок. Так, например, если кто-то из вас вместо веселой прогулки с друзьями останется дома с больным братом или сестричкой, чтобы им не было грустно, он тем самым принесет свою, пусть маленькую, но жертву, которая поможет больному скорее поправиться. Перед Богом жертва важна не тем, какой крупной она была, а тем, насколько для самого человека было дорого то, чем он пожертвовал. В Евангелии рассказывается о том, как одна бедная вдова пожертвовала для храма две лепты, две самые маленькие монетки. И Господь сказал, эта бедная вдова положила в сокровищницу больше всех, потому что те клали от избытка, а она от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела. То есть она пожертвовала Богу все, что у нее было. Жертвы, ребята, понятие очень древнее. Уже несколько тысяч лет назад люди приносили свои жертвы Богу, совершали жертвоприношения. Вот как это слово пишется по-церковно-славянски – жертвоприношение. Они сжигали на огне лучшие из выращенных ими плодов и животных. Так человек благодарил Бога за все. Люди считали, что они отдают Богу все самое лучшее и дорогое, что у них есть. Но уже тогда, за тысячу лет до Рождества Христова, на земле жили пророки, которым было открыто, что Богу нужны правда, милость и чистота сердца человека, а не обильное приношение животных и плодов. Вот как сказал пророк Давид в книге «Псалтирь». «Жертва Богу – дух сокрушен. Сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит». Сердце сокрушенное и очищенное от грехов покаянием, добрые чувства и поступки – самая высокая и ценная жертва для Бога. Но большинство людей не понимало этого. Они продолжали грешить. Мир шел к погибели, и ни один человек не смог бы его спасти. И тогда сам Господь поплатился на земле, стал человеком, который только один был совершенно свободен от греха. И здесь, на земле, умерев на кресте, добровольно принес величайшую жертву за каждого из нас, чтобы дать нам вечную жизнь. А нам Господь завещал творить таинство Евхаристии, во время которого приносится бескровная жертва – воспоминание крестной жертвы Спасителя. Это таинство совершается на литургии. Вот почему в алтаре каждого православного храма есть жертвенник. Посмотрите, как пишется это слово. Ребята, давайте сейчас представим, что мы оказались в алтаре. Вот слева от престола, в северной части алтаря, небольшой, покрытый священными облачениями, стол. Это и есть жертвенник. На нем стоят священные сосуды и предметы. Здесь, на жертвеннике, приготовляются хлеб и вино для совершения бескровной жертвы. Видите, друзья, какой глубокий смысл иметь слово «жертва» для верующих людей. Причащаясь святых тайн, мы соединяемся с самим Богом, отдавшим себя в жертву ради нашего спасения. Ну вот, дорогие ребята, наша передача подошла к концу. Я прощаюсь с вами до следующей недели. Впереди нас ждут встречи с новыми буквами славянской азбуки. До свидания, друзья. Храни вас Господь. Субтитры подогнал «Симон»